Друзья, знакомьтесь, это Анна, основатель и владелец федеральной сети языковых клубов «Англичанки». В народе называется «школа английского языка». Иногда. Иногда. Сеть насчитывает более 80 филиалов. Краткий алгоритм запуска такого бизнеса. За две недели делается все параллельно. Подыскивается помещение, дается вакансия на поиск преподавателей. Для запуска нужно два преподавателя. В этот момент закупается мебель. Чаще всего помещение уже более или менее отремонтировано. Идет набор, локальный набор ваших будущих клиентов. И идет обучение собственника. Для того, чтобы где-то за две недели можно было уже запуститься. Кто основной клиент? Возрастное ограничение 5-15 лет, плюс еще взрослые. Но все-таки основные наши деньги – это дети от 5 до 12 лет. Какой жизненный цикл клиента? Шикарный. Наше преимущество – это цикл жизни клиента. То есть к нам приходит ребенок, с вами остается он на 4-5 лет. Это минимум, он с вами растет, он у вас занимается. Это ваши инвестиции навсегда. Потому что в других параллельных бизнесах, там скорочтение, менталка, обычно курсы 3 месяца, 6 месяцев. Для каких городов этот бизнес в плане численности населения? Мы даже в поселках открывались. В Татарстане у нас есть открытие, там 4 тысячи населения. Какой минимальный бюджет нужен? Если мы говорим про моногород, то у нас 1150 нужно на открытие рублей. Какие требования к помещению? Помещение не должно быть у нас подвалом, полуподвалом не должно быть. Должно быть освещение хорошее, должен быть воздух, обязательно должно быть окно. Обязательно должны быть меры соблюдаться противопожарной безопасности, потому что вы работаете с людьми, а не потому что потому. То есть это просто ответственность самого владельца. И в помещении должно приятно быть находиться не только детям, но и родителям, которые ждут в коридоре. А какая арендная плата, примерный диапазон? Москва и регионы сильно отличаются. Мы стараемся не выходить за пределы Москвы 30 тысяч в месяц за один кабинет. В регионах это может быть 8 тысяч, 10 тысяч, 12 тысяч. Какие основные проблемы возникают с помещениями, если таковые были? Соседи. Даже в офисе, в котором мы находимся, человек, который снимает самостоятельно офис, иногда не знает, что может быть шумные соседи, например, риэлторы, которые сидят у вас за стеной. И они постоянно говорят по телефону, и когда будут идти занятия, это будет очень сильно мешать. Но это еще не все. Потому что когда мы придем вести занятия, у нас здесь жахнет музыка и игры, то риэлторы не смогут работать. Какой вид налогообложения? У нас упрощенка 6%. Анна, что еще нужно из инвентаря, допустим, из мебели и желательно примерно по ценам? Либо общий ценник на все? Общий ценник можно, наверное, войти где-то в 30-35 тысяч, потому что у нас 8 посадочных мест. Это максимум, что мы берем, чтобы был индивидуальный подход для детей, для взрослых. Есть несколько шкафов, есть стол для преподавателей, есть доска. И из техники нам нужен ноутбук, телевизор и ксерокс. Где брать программу обучения руководства? У нас. А есть ли в свободном доступе? В свободном доступе это есть. Мы официальные партнеры Pearson компании и Macmillan компании. Мы официальные партнеры. У нас есть скидка на литературу. За основу берется их программа зарубежная и в дополнение наши авторские наработки. Плюс очень много занятий с носителями языка, тоже наши авторские наработки. Какие курсы предоставляются клиенту? За основу берется английский язык, приносит больше всего денег однозначно. Но у нас есть и французский, и японский, и китайский. То есть у нас очень много всего есть в этом плане. Если есть запрос от клиентов. В чем особенность именно ваших курсов и подхода? Все на коммуникативную методику. То есть если уж пришел человек, ребенок, взрослый, без разницы, он должен уметь говорить, не бояться иностранцев, любить этот язык, уметь общаться, смотреть фильмы, петь песни, ездить за границу. То есть у нас заложены, у нас есть база носителей языка. У нас такие красивые афроамериканцы, которые, вот прям видишь перед тобой настоящий иностранец. Они приезжают на занятия, это вшито внутрь занятий, то есть в нашу расчесовку. Есть скайпы с носителями языка, мы их сами обучаем, как и что нужно делать. И есть партнерские офисы, которые за границу отправляют наших детей и взрослых. И мы недавно продали в Лондон франшизу. И поэтому у нас теперь есть носители языка, но чисто британцы. Моя дочка сказала, говорит, слушай, ну если продать английский в Англию, это на самом деле круто. Ну да. Какой средний чек и примерные выручки? Цена в московские офисы приблизительно за месяц с детского абонемента берут где-то в районе 4400. Есть маленькие, совсем малые города, там 2800 ценник. Есть ценник, который выше, чем 4400. А вот что говорить про прибыль, она у нас считается очень просто. С каждого клиента, который вот пришел в клуб и занимается, 1300-1500 чистыми остаются владельцу. Это месячная, правильно? Месячная, да. Да, поэтому все стараются в один вот такой клуб, на один кабинет заполнить максимально где-то на, чтобы 70-80 человек сюда ходили, занимались. Соответственно, около 100 тысяч можно делать. Да, да. Поэтому мы небольшими шагами. Вот поэтому бизнес для начинающего предпринимателя. Сезонность данного бизнеса. Есть сезонность, конечно. Летом просадка бизнеса, она чувствуется, безусловно, потому что сравнивать учебный год с летом, наверное, нельзя. Все-таки учебный год гораздо больше денег приносит. А сколько в среднем длится урок? 50 минут. Кто нужен из персонала и какие требования к персоналу? Персонала очень мало. У нас есть руководитель офиса, это сам владелец офиса и два педагога на начальном этапе. То есть для запуска вам нужно два преподавателя. Группы не все еще сформированы, не все готово. И постепенно, шаг за шагом, появляются новые курсы, добавляются группы взрослых, добавляются группы дошкольников. Вот если тогда у вас идет постепенный набор, появляются дополнительные преподаватели. Иногда до 8 преподавателей работают в клубе, но когда уже полностью все укомплектовано. А где лучше искать персонал? Как понять, подходит ли человек и кто проводит собеседование? Подбор персонала полностью на главном офисе. То есть фактически на мне, на нас, на моих методистах. Мы понимаем, что деньги – это именно человек, который работает непосредственно с клиентами. Поэтому вакансию только подает на HeadHunter владелец. Вакансию мы высылаем, какая она должна быть. Дальше все собеседования, все общения, подготовка преподавателей, обучение преподавателей. Не на начальной, там, две недели при запуске, а навсегда до окончания договора. Это все на нас. Преподаватель – ключевая фигура. А если человек с нуля запускается сам? Где ему все-таки лучше искать персонал? Тоже на HeadHunter. По поводу заработных плат? У нас занятия проходят два раза в неделю. Вот за два раза в неделю, когда преподаватель приходит где-то часа на четыре, на пять к нам, он зарабатывает где-то 25 тысяч по Москве. Ну вот я прям среднюю беру такую зарплату. То есть получается, если он ходит ко мне четыре раза в неделю, то у него больше 50 тысяч зарплата не за целый рабочий день, а вот где-то четыре часа в день. Как производится контроль работы персонала? Вы понимаете по детям, что когда ребенок, вы приходите, она говорит, все, заканчиваем на домашнее задание, увидимся в четверг. И дети говорят, как все? Почему все? Что уже все? То есть это очень не похоже на школу, когда постоянно смотрят еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И вот тогда это премия преподавателей. У нас очень много творчества. И вот кто очень любит творчество и очень любит вот этот конечный результат, и заряжается сам от энергетики детских занятий, взрослых занятий, вот это вот наши преподаватели. Что лучше всего работает в продвижении? А я вам топовое назову. Да. Мероприятие на улице у языкового клуба. У нас есть дни открытых дверей, открытое мероприятие на улице. Прямо на улице? Прямо на улице. Зима, не зима, то есть в этом плане лето, это вообще шикарно. И здесь вот надо все очень грамотно сделать. У нас есть разработки специальные для того, чтобы вы привели первых клиентов, а потом запустилось сарафанное радио. 45-80 тысяч в месяц ройалти нормально считается в языковых школах, когда мы говорим. А в англичанке у нас ройалти 5 тысяч без летних месяцев. То есть это ни о чем. В этом плане мы даем рекомендации и даем людям, как это нужно делать. Но продвижение кому-то и не нужен в Инстаграм. У кого-то маленький город, это такое ощущение, они выходят с лошком и говорят, у нас английский. И все пришли. Цена ошибки, правда, высокая. То есть если они напортачат, то тоже весь город будет знать очень быстро. Какие непредвиденные трудности могут ожидать начинающего бизнесмена в этом деле? Непредвиденные трудности чаще всего бывают, что нужно работать. Очень многие люди приходят во франшизу с пониманием того, что это волшебная таблетка, волшебная пилюля. Я беру какую-то уникальную технологию, и где-то к субботе я миллионер. Вот это самое страшное, что может быть, когда мы неправильно продали франшизу. Инвестиции, запуски, допустим, школы англичанка. Ну, я по-простому опять школа англичанка, по сравнению с другими. Мы самые маленькие и самые доступные, так было задумано. То есть если, допустим, брать моногород, и у нас паушальный взнос стоит 150 тысяч, практически всегда стоимость паушального взноса, такая же цифра, нужна на запуск. То есть для моногорода 300 тысяч, да. Вполне, чтобы вы открыли свой собственный кабинет, языковой клуб, и работали успешно, и вышли на прибыль достаточно быстро. Я вообще всегда пугаюсь наших форумов, когда рассказывают, что во франшизу, вы знаете, это недорого, там 2-4 миллиона. Как будто у всех 2-4 миллиона под подушкой лежат, просто ждут, когда их используют. Это еще не самая большая цифра. А здесь такая, вы можете попробовать, вы можете рискнуть этими деньгами, не вогнав семью или себя в какие-то страшные долги. Но если человеку очень хочется попробовать свой бизнес, то у нас вот как бы наша франшиза англичанка заточена под начинающего предпринимателя. Вложения небольшие, движения по шагу. То есть вы потихонечку развиваетесь, попробовали, посмотрели, пощупали. И если вам понравилось, вот тогда уже вы можете этот увеличить офис или открыть рядом другой, что гораздо выгоднее. А про возврат инвестиций. Вот 300 тысяч в среднем запуск, да, вместе с повышальным полностью подключен практически, да. А возврат инвестиций, если по финмодели, сколько примерно? Не точка безвыточности, а именно... Я понимаю ваш вопрос. Вот что такое финмодель? Это прогнозируемые цифры? Да, ну хорошо, тогда из опыта. Желательные цифры, которые обычно выгоднее всего называть франчайзеру. Да, там мы сейчас, вы окупитесь через две недели. Есть у меня офисы, которые окупаются? Именно окупаются полностью за две недели? Есть. Хотите быть миллионером? В Казахстан. Все там. Вот. Но мы это обычно не приводим, такие цифры. Четыре-шесть месяцев в реалии вам нужно, чтобы вот окупить ваши затраты. Если вы работаете очень хорошо, у меня иногда, ну мы стараемся больше трех, максимум четырех франшиз в месяц не продавать, потому что, ну чтобы хорошо запуститься. Я вот вижу эти четыре проекта, которые запускаются и понимаю, как сильно от владельца зависит, насколько прибыльный клуб. То есть вот сделали все грамотно, как мы сказали, не лентяи, молодцы, чуть-чуть еще везение, обязательно тоже считается. И клуб начинает на полную работать, то есть еще как бы еще на момент прям самого запуска. А кто-то потихонечку, 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 по чуть-чуть, главное, чтобы у вас вот это движение плюс один клиент не прекращалось. Буквально каждую неделю плюс один-два клиента новых. Вот тогда движение правильное. Если что-то встало и у вас прекратился поток клиентов, которые к вам идут, это что-то работает не так. Вот это мы сразу отслеживаем и смотрим, где что-то неправильно. Мы не сидим, а работаем, у нас присутствует. Поэтому города-миллионники сложнее запускаются, безусловно. Здесь надо, конечно, очень постараться. Высокая конкуренция. Высокая конкуренция, тебе не доверяют, тебя не знают. И на рекламную кампанию больше денег уходит. А малые города, там все гораздо проще, интереснее. То есть там успешнее это все выглядит. Первое, это то, что здесь относительно небольшой вход. От 300 до 600 тысяч рублей в среднем. Дальше вы даете подсказки со своей стороны, как правильно и грамотно работать в маркетинге, чтобы привлечь, причем локально, да, привлечь ближайших потенциальных клиентов. Третье, вы погружаетесь полностью в все процессы работы вашего действующего франшизы. Тут на стадии запуска. И помощь в подборе непосредственно как персонала, так и локации. Персонал это очень важное. Помощь, подбор и обучение на протяжении всего действия договора. И срок окупаемости в среднем до полугода. Да. Возврат на инвестиции. Да, да. Обязательно хочу сказать про наш общий чат с франшизи. Когда ты смотришь, как работают другие, какие у них успехи, тебе хочется делать самой больше, больше и больше. И в чате вы всегда можете задать вопрос 24 на 7. Вы в чате можете познакомиться и стать близкими, друзьями с тем человеком, который не является вашим прямым конкурентом. Это очень важно. Чат вдохновляет меня, когда меня спрашивают, что вас вдохновляет, когда у вас 80 офисов действующих. Я отвечаю, это чат. Поэтому в этом плане в чем стильна франшиза? Когда человек открывается, самое большое – это страх. Это страшно. Появляются тысячи вопросов. Вот в грамотной франшизе у франчайза должно быть тысяча ответов и еще две тысячи ответов, потому что есть правильный ответ, еще немножко вправо, немножко влево. Поэтому для того, чтобы вы закрыли все ваши наболевшие вопросы и не ложились спать с головной болью, боже, как же я это буду делать, тогда покупается франшиза, вы задаете вопрос, вам отвечают. Вы задаете вопрос, вам отвечают. И тогда есть движение вперед. То есть все грабли, все шишки, все, франчайзер уже все получил. Поэтому вам выдают это все в самом лучшем, в грамотном виде. И, кстати, у Анны есть YouTube-канал. Я ссылку на этот канал оставлю в описании под этим роликом. Там непосредственно Анна очень часто бывает на конференциях, либо показывает своих действующих партнеров. Это плюс еще и говорит о своем бизнесе изнутри. Поэтому перейдите по ссылке, подпишитесь, посмотрите, понаблюдайте за Анной. И, возможно, у вас возникнут вопросы, можете напрямую задавать их там. Плюс, с вашего позволения, я оставлю ссылку на ваш Instagram-аккаунт. И можете напрямую, ребят, писать им, если возникнут вопросы, опять-таки. И непосредственно сайт с франшизой. Он тоже в описании под этим роликом. Субтитры сделал DimaTorzok